Уважаемые коллеги, я с удовольствием представляю слово президенту РАСА USA Николаю Васильеву. Спасибо большое. Прежде всего от лица наших коллег, которые приехали со мной из самых разных университетов не только США, но и Европы и Азии, я хотел бы поговорить ректора Ильша Травкатовича Андрея Павловича и всех коллег Казанского университета за очень гостеприимный прием. Я, например, здесь не был в Казани 17 лет. Город очень изменился. Я буквально ночью прилетел, пока мы ехали по пустым, но очень широким и красивым улицам. Очень все красиво, очень нам все нравится. Большое спасибо. Прежде чем рассказать о РАСА, о нашей ассоциации и ее взаимодействии с университетом, после выступления ректора и после выступления министра, я хотел бы сказать буквально два слова. То впечатление, которое буквально за эти минуты я получил. Я сам врач по образованию, сердечно-сосудистый хирург, сейчас занимаюсь активно наукой. И очень приятное впечатление, очень видно, что действительно есть уже и планируются очень серьезные взаимодействия между фундаментальной наукой и между клинической наукой. Это есть не везде, это есть не во всех регионах России. Мы много ездим, мы много смотрим. И то, что происходит здесь, в Казани, я думаю, что это очень хороший пример, так как должно быть. Например, в той же самой сердечно-сосудистой хирургии, в эндоваскулярной хирургии невозможно изобретение новых устройств, невозможно изобретение новых вмешательств, новых методов визуализации без эффективного взаимодействия между фундаментальной наукой, между инженерной наукой, между индустрией и клиникой. И, конечно, когда есть взаимопонимание, когда есть эффективное взаимодействие между клиницистами, администраторами и учеными, это то правильное направление, которое должно быть. И я думаю, что здесь, в Казанском федеральном университете и в Казани все получится. Ну и несколько слов о нашей ассоциации. РАСА расшифровывается как Russian Speaking Academic Science Association, большая раса. Я здесь представляю американскую расу, это одна из секций большой расы. Она расшифровывается, наша ассоциация, аббревиатура та же самая, расшифровывается Russian American Science Association. Это наша организация большой расы. Сейчас мы включаем три секции, американская раса, европейская. И буквально в прошлом году была создана азиатская раса в Сингапуре, инкорпорирована раса Asia. Веб-сайт нашей ассоциации имеет характерное название «Думаем по-русски». Мы все живем в разных городах мира, мы все занимаемся совершенно разными исследованиями по разным тематикам. Кто-то работает в фундаментальной науке, кто-то в прикладной, кто-то ушел в бизнес, работает в крупных компаниях или основал свои компании. Но все мы думаем по-русски. Все мы выходцы из бывшего Советского Союза, самых разных университетов и республик. Все мы думаем по-русски, и это нас объединяет. Большая раса управляется Международным коррекционным комитетом. Здесь вы видите состав комитета. В настоящий момент возглавляет большую расу президент Владимир Шельцев, который работает в Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми в США. Я также вхожу в комитет. Мария Дубенская, президент расы Европы, которая была избрана буквально недавно, работает во Франции, также входит в комитет. Леонид Кривицкий, президент азиатской секции. Лена Точного-Сарман из университета в Пенсильвании, представитель американской расы. Валерий Фокин, химик по образованию, также представитель американской расы из университета Южной Калифорнии. Александр Кабанов, химик тоже по образованию из университета Северной Каролины. Борис Лукинчук, представитель азиатской расы из Сингапура. Вячеслав Сафаров из Франции, представитель Европы. Глеб Сухороков, бывший президент европейской секции из Великобритании. И Лариса Василец из Германии, которая сегодня присутствует с нами, она будет делать доклад, представитель европейской секции. Как вы уже видите, люди самых разных специальностей, тем не менее, объединены вместе. Это вот совет большой расы. Теперь, поскольку являюсь президентом американской расы, дальше буду рассказывать в основном об американской секции, ну и о наших совместных мероприятиях. Миссия нашей ассоциации. Прежде всего, хочу сказать, что наша ассоциация не политическая, не коммерческая. Основной целью ассоциации является укрепление и развитие общего интеллектуального пространства русскоговорящего научного сообщества. Задачами ассоциации является обмен знаниями и опытом в области науки и образования, инициация и координация проектов, также в области науки и образования, улучшение профессиональной квалификации наших членов, и также экспертиза проектов, профессиональных проектов, и научно-популярные мероприятия, популяризация результатов науки, инноваций и так далее. Членство нашей ассоциации бесплатно. Членом ассоциации нашей американской секции может стать любой человек, который имеет отношение к науке и является выходцем из стран бывшего Советского Союза, но в настоящее время проживает на территории Северной Америки, то есть это в США, Канаде, Мексике, временно или постоянно. И, как я уже сказал, это совершенно люди, представители совершенно разных профессий, совершенно разных научных направлений, и находящиеся на самых разных этапах своей карьеры, от студента, аспиранта до академиков Российской Академии Наук и других академий. В настоящее время у нас чуть больше 300 активных членов, и только за последний год наша ассоциация переросла примерно 50 членами американской секции. Европейская секция включает также очень большое количество людей, более 150 членов, и азиатская, самая молодая, пока несколько десятков человек, но я думаю, что есть потенциал роста, и эта секция тоже будет расти. Уже мы нашли коллег, вернее, они сами нашлись, в Южной Америке, и я думаю, что скоро и откроется потенциально южноамериканская секция. Поэтому наши коллеги, наши люди есть везде, ученые, поэтому ассоциация будет только развиваться. Американская секция была инкорпорирована осенью 2009 года в Бостоне. Она управляется советом директоров и координируется координационным советом. Здесь вы видите президентов нашей секции. Первым президентом был Игорь Фимов, вот он здесь присутствует на первом ряду. Вы тоже будете иметь возможность слушать его замечательный доклад по биоимплантируемых устройствам. Игорь – первый руководитель созданного департмента биоинженерии в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. Как я уже сказал, занимается исследованием в области сердца. Владимир Шельцев был вторым президентом, в настоящее время президент большой расы. Артем Аганов был третьим президентом. Сейчас у Артема постоянная позиция, он переехал на постоянную позицию в Россию, в Сколтехе. И я вот с 2014 по осень этого года, у нас срок 2 года, являюсь четвертым президентом. Как я уже сказал, я врач по образованию, заканчивал первый мед в Москве. После этого проходил ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии, работал какое-то время в центре Бакулева в Москве, а потом работал в Америке в клинической клинике. И сейчас последние 11 лет работаю в детском госпитале в Бостоне. Это наш коррекционный комитет, достаточно большой комитет, люди самых разных специальностей. Я перечислю всех, потому что, мне кажется, это показатель того, действительно, насколько мультидисциплинарная наша ассоциация, и люди достаточно высокого уровня. Некоторые из них были номинированы на номерскую премию. Пока не получили, но я уверен, что в будущем получат. Елена Аточина-Вассерман, Елена работает в университете в Пенсильвании, занимается проблемой пульмонологии. Сергей Часовских в Джордж-Таунском университете в Вашингтоне, занимается клеточной биологией. Игорь Ефимов, Валерий Фокин, химик по образованию, университет Южной Калифорнии, Александр Кабанов, как я уже сказал. Дмитрий Хардеев, Брухавинская национальная лаборатория и университет Стояния Брука. Яков Корхин, у Якова двойное образование, он биомедик по первому образованию и юрист по второму. Он секретарь нашей ассоциации, занимается всеми юридическими вопросами нашей ассоциации. Сергей Козлов, работает в национальных институтах здоровья США, занимается исследованием в области рака. Артем Аганов, бывший президент, Владимир Шильцев, Вячеслав Турашев, университет Южной Калифорнии и также Jet Proportion Laboratory, он занимается исследованием в области космоса. Люба Вартиковский, также здесь на первом ряду, занимается исследованием в области рака, работает в национальных институтах здоровья в Вашингтоне. Владимир Евгеньевич Захаров, академик Захаров, работает в университете Аризоны, занимается физикой. И Владимир Владимирович Зельман, также в университете Южной Калифорнии, анестезиолог по образованию, занимается нейронауками. Чем мы занимаемся? У нас достаточно разносторонняя деятельность. Прежде всего, каждый год мы собираемся на свою ежегодную конференцию в США, также проводим конференции в России, на одной из которых Вы сейчас присутствуете, совместно с университетами, совместно с другими центрами. Образовательные семинары, мы их по российской традиции называем «чтение», которые, как правило, посвящены памяти одного из выдающихся российских ученых, который проводится с целью популяризации российской науки за рубежом. Культурные мероприятия, День российской науки и другие мероприятия, интервью, экспертная оценка самых разных проектов. И, конечно, одно из серьезных направлений, которым мы занимаемся, это взаимодействие с российскими коллегами, с российским научным сообществом. Несколько слов о нашей конференции. Последняя прошла в прошлом году в Вашингтоне, в замечательном новом здании Josh Washington University. Как раз Игорь Ефимов был нашим local chair. Прекрасно прошла конференция. Более 160 участников из США и России. Приехал к нам Дмитрий Викторович Ливанов, заместитель министра Людмила Михайловна Огородова. Приветствовал уже не в первый раз нашу конференцию посол России в США Сергеевич Кисляк. И было более 14 очень интересных докладов по самым разным направлениям. Были дискуссии, круглые столы. Конференция прошла замечательно. И это не в первый раз, я думаю, что не последний, о чем я еще скажу. Впервые мы учредили в прошлом году премию имени Георгия Гамма. Вся конференция была посвящена 111 годовщине со дня рождения Георгия Гамма. Присутствовал сын Георгия Гамма на конференции. И была учреждена премия Георгия Гамма, знаменитого российского и американского ученого-физика, за выдающийся вклад в российскую и американскую науку. Сессия, одна из сессий конференции, которая была посвящена памяти Гаммова, прошла совместно с Американским физическим обществом. И премия была вручена Игорю Ефимову и Владимиру Зельману. В этом году мы традицию эту продолжим. Сейчас уже создан комитет. И я думаю, что скоро мы представим кандидатов на эту премию. Взаимодействие с российским научным сообществом. Как я уже сказал, это одно из серьезных основных направлений нашей работы. Началось это с самого первого дня создания ассоциации. Началось это еще с экспертизы проектов. Тогда была активна корпорация Роснано, фонд Сколково, потом Сколтех, министерство, РНФ, РФФИ проекты. Частично мы помогали тоже смотреть. И других организаций. Экспертная оценка для других организаций, для Мирового банка и так далее. Образовательные проекты. Я еще подробно расскажу о них. Круглые столы и дискуссия именно по трансляционной медицине. Я два слова скажу. Это то направление, в рамках которого мы начали взаимодействовать как раз с Андреем Павловичем и с Казанским федеральным университетом. И которое буквально первая наша встреча состоялась чуть меньше года назад в Вашингтоне. И уже очень хорошее развитие получило это направление. И, конечно, раса центра. Первый был создан в 2014 году в Петербурге, в Пирсевском политехе. В 2015 году в Томском политехе. Здесь присутствует Роман Тоствальд, представитель Томского политеха. Буквально 10 дней назад было торжественное открытие помещения, в котором будет располагаться центр. Поэтому традиция открытия расы центров, она хорошая. И я думаю, что будет продолжаться. Образовательная активность. International Center for Advanced Studies, ICAS. Это программа, которую мы создали совместно с Министерством образования и науки. Идея заключается в том, что ребята, которые получают президентскую стипендию для обучения за рубежом, студенты или аспиранты, они едут на стажировки за рубеж. Теоретически они могут выбрать для своей стажировки любую лабораторию, любой госпиталь в любой точке мира, который руководима любым человеком. Но и министерство, и мы подумали, почему бы ребятам не поехать в лабораторию, которой руководит соотечественник. И ребятам, наверное, было бы проще, интереснее. И мы, чем можем, могли бы помочь ребятам и адаптироваться, но при этом сохранив очень высокий уровень их стажировок. Вот была создана такая инициатива. Здесь представлены первые четыре лаборатории, которые были в США. В настоящее время пока активна только одна. Это моя, потому что Аргонско-национальный и Ферми-Лаб, поскольку они являются национальными лабораториями США, в настоящее время по понятным причинам активно не принимают коллег из России. Мы надеемся, что это временное явление. Я думаю, что это закончится в положительную сторону. Артем, как я уже сказал, переехал в Сколтех. Но, тем не менее, количество лабораторий будет расширяться. Игорь Ефимов планирует принимать студентов в своей лаборатории, Елена Точинова, Серману, себя и многие-многие другие, я думаю, тоже будут принимать студентов. В Европе более 20, уже порядка 30 лабораторий, две в Азии. И схема очень простая. Кандидаты, ребята, которые хотят получить эту стипендию, они самостоятельно находят нас, и список лабораторий, они нас находят. Если подходит тематика, мы их собеседуем, мы поддерживаем нашим письмом заявку. После этого ребята самостоятельно проходят конкурс в Минобразование. Если они получают стипендию, они к нам приезжают со своей стипендией. Мы не получаем никакое вознаграждение за это. Мы просто их принимаем у себя в лаборатории на срок от 6 до 10 месяцев. В зависимости от того, в какой город они едут, потому что это фиксированная сумма. В Бостоне жить немножко дороже, чем, например, где-то в Иринойсе под Чикаго. Здесь представлены немножко слайдов, фотографий, в частности, в моей лаборатории. Ребята занимаются научной работой, самостоятельно делают презентации на конференциях. И мы планируем продолжить и, более того, расширить эту программу. Возможно, даже не только на стипендиатов в президентской стипендии, а идея заключается в том, чтобы принимать ребят напрямую из университетов, в частности, участников программы 5.100. И сейчас это активно достаточно обсуждается. То, что я сказал, вот инициатива по трансляционной медицине. Чуть более года назад состоялось первое наше общение, первое мероприятие. Это был «Круглый стол» в Вашингтоне. Людмила Михайловна выступила инициатором Огородова этого мероприятия. Приехали представители трех университетов. Андрей Павлович представлял Казанский федеральный. Были также представители Томского госуниверситета и Московского физтеха. Доложили видение центров трансляционной медицины и те проекты, которые предполагалось включить в эти центры. Мы обсудили, была очень длительная, очень интересная дискуссия. Я хочу честно сказать, что программа Казанского федерального университета не только потому, что я здесь нахожусь, а действительно она была самой сильной, на мой взгляд, и самой подготовленной, потому что она была очень хорошо продумана. И это, наверное, в том числе и лидерство Андрея Павловича, и многие другие факторы послужило тем толчком, что буквально за год из какой-то начальной дискуссии, из первой идеи, это переросло уже в совершенно конкретные вещи, в конкретные шаги открытия расы центра. И я уверен, что эта инициатива будет наполняться конкретными проектами, и у нее очень хорошее будущее. Все вы знаете о программе 5.100. Ильша Травкатевич рассказывал, и я думаю, всем это известно. Расы центры наши открываются как раз в рамках программы 5.100. Первый был открыт в 2014 году в Санкт-Петербурге. Его возглавляет Вячеслав Сафаров из Марселя. Шесть лабораторий самых разных направленностей, которые работают с октября 2014 года в Политехническом университете. В 2015 году был открыт расы центр в Томске, на базе Томского Политехнического университета. Руководит центром Елена Точина-Вассерман. Также шесть лабораторий. Как я уже сказал, центр очень активно развивается, и мы тоже видим хорошие перспективы. Экспертная работа. Буквально в прошлом году мы начали это направление совместно с Российским Советом по международным делам, компанией Инконсалт и тогда еще фондом «Новая Евразия». Сейчас это уже фонд имеет другое название. Мы сделали совместный доклад, достаточно большой, там порядка 150 страниц, он находится на сайте РСМД, вы можете посмотреть, где мы пытались проанализировать примерно за последние пять лет уроки взаимодействия между диаспорой и российской стороной и университетами. Было опрошено более 130 членов диаспоры и более 20 представителей университетов. Проанализированный очень большой круг вопросов, и я думаю, что эту работу мы продолжим. Сейчас уже есть идеи по подобным докладам о взаимодействии молодежи, по стажировкам молодежи, насколько они эффективны и так далее. И на основе этих экспертной оценки будут вырабатываться какие-то новые решения. С российской стороны мы представляем этот доклад и в Минобрии, и в других организациях администрации президента. Поэтому эта работа будет продолжена. Образовательные семинары и культурные мероприятия. Это направление было начато в 2011 году, когда отмечалось 300-летие со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. В 2013 году чтения были посвящены памяти Вернацкого, в 2014 году Дмитрия Ивановича Менделеева. Здесь также вы видите иллюстрацию с дня российской науки. В прошлом году, как я уже сказал, я кардиохирург по образованию, и так совпало, что в прошлом году было 125 лет со дня рождения Александра Николаевича Бакулева. И мы провели Бакулевские чтения. Это было сделано в режиме телемоста между Российским научно-культурным центром в Вашингтоне и научным центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В те дни как раз в Москве проходил Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. И получилось такое замечательное мероприятие в режиме телемоста. Эта традиция будет продолжена. Но у нас уже есть хорошие идеи на этот год. И я думаю, что мы это будем делать в ежегодном формате. Ну и конец завершения. Наша ежегодная конференция в этом году планируется 5-6 ноября в Лос-Анджелесе на кампусе UCLA, University of California в Лос-Анджелесе. И будет посвящена 110-й годовщине с однерождения Сергея Павловича Королева и тематике исследования космоса. Конференция будет мультидисциплинарной, но отдельная сессия будет посвящена именно тематике космических исследований. Конференция будет очень интересная. Мы уже работаем над программой. И всех вас, конечно, приглашаем в гости к нам в этот раз в Лос-Анджелесе. Спасибо большое. Спасибо большое, Николай. На самом деле, практически была вводная и выступление Александра Травкадыча, Николая Владимировича, так сказать. Сейчас наступает такой торжественный момент. Года не прошло. С легкой руки Людмилы Михайловны мы, на самом деле, встретились, обговаривали проблемы создания центров. Центр у нас был создан полгода назад, да, Рустам Игоревич? И, наконец, вот уже конференция КФУ РАСА. А сейчас, уважаемые коллеги, ректор Казанского федерального университета Ильшат Равкадыч Гафуров и президент Ассоциации русскоговорящих ученых РАСА USA Николай Владимирович Васильев подписывают соглашение об установлении и развитии долгосрочных партнерских отношений между КФУ и РАСА. 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 Это будет более правильное. Спасибо большое.